Публицист и политехнолог Ростислав Мурзагулов присоединяется к нашему эфиру. Ростислав, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый день, коллеги. Хотя добрыми эти дни, конечно, называть, как и все остальные. Мы уже два с половиной года живем в этом мороке, поэтому да. Хочется пожелать хотя бы тихого вечера, тихого дня. Это нам, украинцам. Вам спасибо за то, что находите время. Присоединяйтесь к нам для разговора. Итак, что мы видим? За друга на войну тысячу долларов. Это акция в Татарстане. Тем временем, интересная новость. Собянин в 10 раз поднял выплаты москвичам за отправку на войну. Я просто назову эти цифры. 1,9 миллиона рублей за заключение контракта для участия в войне в Украине. А до этого единовременная выплата составляла 605 тысяч. О чем нам это может говорить? О том, что последние деньги, а может и не последние, они сейчас пустят в топку мобилизации, лишь бы не объявлять мобилизацию. Правильно? По всей стране. Ну, все правильно, да. На самом деле, конечно, желающих добровольно пойти на этот морок, как вы сказали правильно, в России практически не остается, поскольку, ну да, там, конечно, население оболванено четвертью века путинизма, и, в общем-то, сопротивляется этому всему достаточно плохо. Но, тем не менее, все же, вот, ну, количество идиотов и подонков, которые готовы за деньги убивать людей и рисковать тем, что сами могут приехать домой в черном мешке, в общем-то, не так уж и много. Вот их оказалось примерно в районе миллиона человек, как многие подсчеты, в общем-то, говорят. Это, то есть все, кто прошли сегодня через вот это вот, ну, как это сказать правильно, через этот ад, который Россия устроила, и который, в общем-то, их руками и устраивается, тех, кто туда все-таки соглашается идти. Вот, соответственно, теперь нужно всеми силами туда, либо уговаривать идти за какие-то еще, ну, совершенно баснословные деньги, то есть 2 миллиона рублей для россиянина, конечно, по-моему, это... Правильно? Да, но не важно, сколько это в долларах, на самом деле, для россиянина 2 миллиона. Это важно, Росислав, смотрите, это важно. Это выглядит уже как приступ последней надежды, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что вот эти 20 тысяч долларов, скорее всего, выгребут последних уже, ну, полоумных и отбитых. Потому что эти люди, увидев 20 тысяч долларов, эту сумму, они не подумают, ой, завтра будут давать 30 или 40, и я тогда там типа что-то выиграю. Мне так кажется, что сейчас это акция последней надежды. Я на самом деле просто почему-то говорю, потому что россияне, вот те, которые соглашаются за эти деньги идти и становиться убийцами, это те россияне, которые, как правило, не видели даже один доллар никогда в своей жизни. То есть, как бы, это те россияне, понимаете, они относятся к числу тех, кто в России не имеет загранпаспорта, а в России таковых примерно 80 процентов. Я занимался этой проблемой в свое время, я изучал этот вопрос. То есть, понимаете, страна, которая живет, варится в собственном соку, и вот эти люди, которые действительно из перспектив жизни имели возможность работать в пятерочке охранником, или как вот сегодня некогда знакомый мне Сергей Новиков объявил, что они будут теперь из Моторолы делать героя, который, понимаете ли, был охранником в Ашане, а потом стал великим вершителем судеб и убийцей, да, соответственно, вот из него будут делать, как сказал ни много ни мало, марвелского героя, как сказал Сергей Новиков. Вот и, соответственно, в общем-то, вот эти люди, которые не видели один доллар в своей жизни, которые никогда не были за границей и не имеют шанса там побывать, поскольку у них нет загранпаспорта, они не удосужились его сделать, и они не знают, как это происходит, и не знают, как выезжают за границу, как подают на визу и так далее, и даже как безвизовую страну съесть, тоже не знают. И, соответственно, вот эти люди, действительно, для них это баснословные деньги, это шанс построить себе, как недавно я в вашем же, кстати, эфире смотрел, рассказывал один из российских военнопленных откуда-то из глубинки, шанс построить себе дом с теплым туалетом, собственно говоря, то есть это же страна, которая на самом деле подвержена геноциду со стороны собственного руководства, то есть люди, которые в этом веке, в это время не имеют теплого туалета, и которые для того, чтобы его построить, должны стать убийцами, по мнению их руководителей, ну, собственно говоря, конечно, мне все больше стыдно просто иметь отношение хоть какое-то к этой стране, иметь вот этот паспорт, который скоро закончится, наверное, и тогда я не знаю, что я буду делать, но, в общем-то, продлевать его я точно не буду даже пытаться. Ну, а о новых а-ля Марвеловских героев Российской Федерации поговорим позже. Давайте тему мобилизации уже закроем. Говорят ли вот эти 20 тысяч о том, что Путин панически боится объявлять новую мобилизацию? Как долго он будет с этим тянуть? И нужна ли она уже сейчас? Мобилизация новая – это одна из смертей Кощея. Таковых смертей несколько, на самом деле, возможных. Я считаю, кстати, что возможная приостановка боевых действий – это тоже одна из смертей Кощея Путина. Поскольку вот почему-то в Украине многие думают, что этот перерыв в активных боевых действиях, если он будет действительно, если за кулисами вот это вот сейчас идущее согласование между Украиной, Соединёнными Штатами, Китаем, Европой, отчасти, наверное, рядом арабских стран, вот если это вот закулисное согласование пройдёт, если будет некая пауза в боевых действиях активных, то это тоже, на самом деле, одна из возможных смертей Путина. Я имею в виду политическая и физическая. Скорее всего, они у него будут две в одном. Поскольку, если сейчас всё приостановится, то, во-первых, он получит вот эту дикую дивизию, которая там у него, находясь всё-таки в окопах, потому что он их оттуда не достанет, потому что перемирие никак не будет оформлено. Потому что просто в один день вы проснётесь утром, привычно возьмёте телефон в руки. Я тоже так всегда делаю, когда нахожусь в Украине, а я там провёл в обществе 6 недель за последние несколько месяцев, поэтому знаю, о чём говорю. И вы не прочитаете там о том, что были ночью обстрелы, что опять летели шахиды, что опять вот это всё происходило. А просто в один день будет так, скорее всего, если всё-таки придут к общему знаменателю те указанные страны, о которых я говорил чуть выше. И, соответственно, если вот это вот наступит, то у Путина этот перерыв ему пойдёт действительно дико не на пользу, поскольку вот эта дикая дивизия в окопах будет там пить, её нужно будет кормить. Там они начнут думать, а что они тут делают, и для чего всё это вообще было. Об этом же начнут думать их члены семей, то есть помножьте, например, на 5 каждого, который там находится. Об этом же будут думать российские элиты, они будут думать, а для чего тогда всё это было. То есть если мы уткнулись в никуда, если мы достигли ничего, никакая из целей этого СВО, так называемого, не достигнута. И, соответственно, тут возникает много разных прекрасных для нас с вами вариантов, а не для Путина, конечно. То есть вариант массового бунта, конечно, это вариант достаточно маловозможный, но гораздо более вероятные варианты, это, конечно, варианты внутриэлитарные, это варианты табакерки. Но я считаю, что эта табакерка будет в виде какой-то катастрофы техногенной, авиа, авто, там неважно. Соответственно, это то, что легче подстроить вот этим вот людям, которые вокруг Путина, тоже начнут скоро понимать, что если они от него не избавятся, то мир избавится от всех них разом. Ну, у меня не настолько радужная, кстати, оптимистичная оценка вот такого сценария развития событий, потому что, ну а что изменится? Перестанет пышечное мясо умирать, бояться идти на смерть, они это делают, а начнет просто там пить, мародерить местное население и так далее, их это устраивает. Их надо кормить, вы сами говорите, так, контракты будут получать и дальше те, кто получает эти контракты на сегодняшний день в Москве. И ничего абсолютно, мне кажется, это не изменит. Хотя, ну это такой дискутивный вопрос достаточно. Я могу прямо, значит... А элитам своим Путин будет рассказывать, как он обманул Запад в очередной раз, подсунул Минск три под другой оберткой, и будет рассказывать о том, что сейчас мы как поднакопим силы, и в этот раз все точно получится. Поэтому, возможно, слишком зыбкая эта тема, чтобы гадать, понимаете? Давайте к другим, в общем-то, перейдем. Вы вот эту инициативу Новикова, да, вспомнили сегодня о том, что из Гии Моторолы делать нового героя комиксов, да, вы сказали? Марвел, да. Да, Марвелского героя. Но вообще в Кремле Адугин говорит о том, что в российском обществе вообще мало героизации этой войны, да? Ну, как вы считаете, к чему, вот о чем это все говорит? Это попытка вырастить новое поколение на примере этого Гиви Моторолы или нет? Попытка сейчас уже задурманивать голову, ну, там, пускать пыль в глаза, там, шумовую завесу какую-то делать. В чем здесь логика? Ну, вы знаете, я вспоминаю свое детство, я вспоминаю советские фильмы, и это действительно была эффективная пропаганда. Потому что мы, дети, да, то есть, глядя на эти фильмы, то есть, про войну, про великих героев, мы думали о том, что все это правда. И, соответственно, вот российские вожди тоже были когда-то детьми, и они тоже помнят, что их когда-то тоже достаточно эффективно это все обработало, и они надеются повторить успех тех, кто это делал. Ну, понимаете, какая штука, все-таки разного калибра люди и все-таки разного калибра события. То есть, когда они делали героев на основе Великой Отечественной войны, которая действительно была, ну, имела некий повод, да, некие основания, то есть, из этого всего героев лепить было достаточно легко. Хотя, понятно, что часто их лепили тоже не для самых благообразных дел, я имею в виду будущих неких военных, военнослужащих Советского Союза. Однако, тем не менее, все-таки вот та основа Великой Отечественной войны, она давала шансы на то, чтобы, ну, вот, задурить головы, в общем, тем, что Советский Союз, он самый Советский и самый Союз. Значит, но сейчас на основе вот этой безумной войны, и особенно, понимаете, они не учитывают одного. Тогда ведь не было альтернативных источников информации. Тогда все люди черпали информацию из одного источника, то есть, грубо говоря, из гостелерадио, так или иначе. То есть, вот, что им рассказал Игорь Кириллов, что им показали в фильме «Азорь здесь тихий», вот то и правда. А сегодня есть многочисленные альтернативные источники информации у россиянина. И сегодня количество десятков миллионов россиян, которые смотрят оппозиционные YouTube-каналы, даже, например, хотя бы только взять, если... Кстати, они смотрят и украинские каналы тоже. Мне часто друзья из медиа украинских рассказывают о том, что в структуре у некоторых до трети зрителей – это россияне. Поэтому, знаете, вот сейчас оболванить вот таким фильмом про Моторолу, человека, который в состоянии зайти на условный оппозиционный сайт любого из российских оппозиционных медийщиков, и прочитать, кто такой на самом деле был Моторол, и кто там такие вообще все эти отребья, которые туда набрали, для того, чтобы изобразить народный протест против Киева со стороны Донецка, а набрали все те же самые россияне во главе с Гиркиным, который в этом давно уже признался, за что и сел. Ну, собственно говоря, это будет очень сложно, практически невыполнимо. Понятно. Ну, надеемся, что невыполнимо. Пока, в общем-то, наблюдаем, что... Ну, если честно, нас, ну, цивилизованную часть общества, я имею в виду, и украинцев, не привыкших к такой, в общем-то, и не то, что не привыкших, а торгающие подобную информационную политику, нас смешат некоторые потоки, как российских идеологов, так и их исполнителей, российских пропагандистов. Ростислав, спасибо, что вы помогаете ставить правильные акценты, да, и разбираться во всем этом. Ростислав Мурзагулов, публицист и политтехнолог, присоединялся к нашему эфиру. А мы вам рады в эфире. Спасибо. Спасибо.